всем привет я еду на работу решила вас провести по городу совершенно другой стороны я еду с юга города в центр думаю провезу вас по этой дороге потому как я алексей завозила на работу это немножко другая сторона города конечно же город грязный не ухоженный но у нас очень сильно прибавился день и вот так вот выглядит все думаю я по этим дорогам пока вас еще не возила думаю провезу покажу как она выглядит когда с юга едешь в центр причем впереди будет очень очень красивая дорога я надеюсь мне хватит времени чтобы записать где весь город будет как на ладони очень красиво будет но anyways о чем я сегодня хотел поговорить я давно обещала что я выложу видео по поводу того как у нас проходил развод и вообще как в целом все проходило с анализом ситуации но если например говорить о нашем знакомстве с моим бывшим дом когда мы познакомились принципе все было хорошо то есть но почему там вот человек вроде как вел себя правильно говорил все правильно все делал правильно но почему-то у меня наверное сейчас я скажу на ну где-то после пару месяцев наших знакомств нашу встреч у меня возникло желание выйти из машины вот мы куда там ехали еще что такое и у меня было желание почему-то сказать ему останови машину я выйду причем настолько сильное желание что я даже не могла его объяснить и вроде все было хорошо и отношения были хорошие и все между нами было мирно мы не ссорились и человек делал все возможное для того чтобы все хорошо было да скажем так но появилось вот это желание открыть дверь машины и выйти и на тот момент я но я обычно как человек который все-таки любит мозгами пользоваться хоть иногда скажем так я пыталась найти объяснение происходящему потому что на любое поведение оно должно быть каким-то образом мне кажется логически объяснение логическое должно быть какое-то и как бы потому что у нас не было ничего негативного я не могла найти это объяснение почему у меня возникло ощущение что мне захочется открыть дверь машины и выйти от этого человека уйти и на тот момент ну как человек обычные среднестатистические не обладающие знаниями по поводу нарциссизма там социопатии какой-то психопатии до в людях ты об этом не задумываешься ты не задумываешься о том что вокруг есть люди которые как бы они вот ищут кого бы там выцепить из толпы до для того чтобы этот человек как бы он мог бы быть полезен для них до для того чтобы дел какие-то там вещи для них например ты об этом не задумываешься так вот оказывается девчонки этого для вас и для парней которые встречаются потому что я же говорила что эти могут страдать не только мужчины но и женщины если у вас возникает такое желание на самом деле это просто ваша интуиция работает таким образом и очень сильно нужно обращать именно внимание на интуицию даже если у вас есть совершенно необъяснимое желание встать и выйти от этого человека большинство психологов он посоветует встать и выйти почему потому что ваша интуиция она может оценить ситуацию намного быстрее и лучше чем мозги в какой-то период времени то есть нужно обязательно доверять как здесь это называется got reaction got reaction это вот именно вот гад это как в животе да вот вам плохо просто становится до внутри и нужно это учитывать и вот она оказывается у меня было но так как я не смогла найти логического объяснения происходящему я естественно осталась рядом с этим человеком безусловно когда мы познакомились все наше знакомство все поведение человека она напоминала такое ощущение нереальности происходящего то есть вот я помню мне моя одна из моих подписчиц она меня спросила вот а вышли бы вы еще раз замуж если бы вас мужчина носил на руках я не думаю что вот это вот почему-то у меня эта фраза вот носил на руках она вызывает у меня какое-то вот такое ощущение знаете аж мороз по коже а почему объясню потому что оказывается когда у вас создается ощущение нереальности происходящего то есть практически буквально как будто бы вас действительно на руках нос это очень очень большой красный флаг того что в вашей жизни появился может быть нарцисс ну что то не то что то не то то есть человек предпринимал все возможные усилия для того чтобы я так поняла мне понравится на тот момент я думала что с его стороны это проявление чувств конечно то есть вот все что хочешь как говорится хочешь машину на тебе машину купил причем не просто так что он не купил там да он купил ее подстав поставил под дом он ее не водил эту машину потому что у него была своя он как бы для меня это все делал вот но конечно же когда он мы машину купили я на тот момент не знала о том что он когда мы пришли ее покупать он меня на новый год купил на рождество что у человека очень плохая кредитная история естественно об этом никто не говорил и куплена машина была с позиции того что ты хочешь машину давай твое имя сделаем главным то есть девочки обращайте на это внимание давай на твое имя положим первым на машину для того чтобы ты была уверена что машина как бы на сто процентов твоя я там подпишусь где-то сбоку и буду продолжать за нее платить и все будет значит хорошо при всем при том что когда мы купили эту машину да он продолжал за нее платить я пришла к нему буквально на второй день как я получил зарплату с чеками я сказала вот я тебе буду давать каждые две недели чек если ты считаешь что машина была куплена для меня по крайней мере то что сделает справедливым покупку этой машины для меня это то что я буду платить хотя бы половину проплачивается и на что он мне ответил нет 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 и что ни в коем случае как же да я тебя люблю так сильно машина пускай значит вот так оно как есть так и будет меня как бы поразило думаю да действительно то есть любое желание я хотела собаку я очень сильно хотела мопса именно иметь я знаю что меня попросили снять об особенности этой породы я потом сниму я пока руки не доходят и то есть на тебе значит собаку у нас собаки не дешевые те кто не знают в канаде подобная собака может стоить от полутора до двух тысяч долларов у меня допустим там часы сломались на тебе часы обалденно дорогие до швейцарские бери там не хочу да ну то есть ты как бы спрашиваешь потом человека зачем ты так сильно тратишься на меня но и в тот момент когда человек тратится ты же не думаешь о том что человек как бы может ты всегда вот судишь других людей по самому себе правильно то есть если ты разумно распоряжаешься финансами то тебе кажется что любой другой человек он тоже разумно распоряжается финансами что нет такого чтобы кто-то в ущерб себе например брал какие-то суммы на кредитные карты которые он даже не собирается выплачивать то есть ты не задумаешься об этом потому что свою кредитную историю ты пытаешься поддерживать хорошем состоянии ты думаешь что все люди так себя и ведут ничего подобного ребята и потом очень часто очень многие подарки бывают подарочками подарками на веревочках поэтому смотрите тоже некоторые некоторые мужчины на это способны дарить подарки на веревочке но на тот момент когда то есть имеется ввиду он забрать его обратно может но на тот момент когда я с ним встречалась у меня на подобного ощущения как бы не было не возникало то есть человек настолько искусно пускал пыль в глаза в отношении вот буквально все все что угодно понимаете ты думаешь что боже мой наконец-то я встретила свое счастье наконец-то я встретила своего этого единственного любимого которого я ждала всю свою жизнь и действительно вот это ощущение не нереальности происходящего словно вас не покидает чтобы настолько прямо все идеально в отношениях что просто даже диву даешься да вот ну и в общем вот такая вот ситуация потом то что между нами происходило я потом расскажу то есть человек постоянно пытался со временем нагружать меня какими-то своими проблемами и очень многие не знают о том что нарциссы когда они любят кого-то или они говорят что они любят кого-то это они как раз таки говорят о том подразумевает то что значит что я вижу в тебе полезного что ты можешь сделать для меня полезного для того чтобы я мог тобой пользоваться моем понятии я так меня так вырастила мама что когда вот есть семья допустим и нормальные взаимоотношения в семье то сделать что-то для своих домашних это нормальная часть жизни если меня попросили о помощи естественно я помогу у меня нет такого чтобы я сидела говорила вот ты меня там о помощи просишь а я вот не буду иди сам справляйся да безусловно нужно давать людям самим справиться с проблемой но у меня вот эта речь когда касается семьи правильно и когда человек как бы входит в семью и становится частью этой семьи у меня отношения вот что к маме что к сыну что к своему супругу она одинаковая то есть если кому-то нужна помощь я всегда помогу но тут вот значит а начинается подобный перекос когда например супруг он может на себя тянуть все одеяло все 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 и ты начинаешь понимать что как бы то есть человек начинает ага значит ты фокусируйся допустим на своем сыне нет и не можешь этого делать ты обязан фокусироваться на мне то есть давай тебе создам какие-то проблемы или в нашей семье создам какие-то проблемы или еще что то чтобы фокус твой весь твой фокус был переведен только на меня самого любимого и чтобы ты ни в коем случае не обращал внимание на других людей в твоей семье но безусловно со мной этот вариант мало пройдет с некоторыми людьми этот вариант очень очень сильно проходит то есть тут такое дело да тут есть такие варианты но в любом случае я начну наверное с развода потому что я страшно вот почему у меня так сложно у меня долго занимает времени рассказать про вообще наши отношения про развод потому что я не люблю жаловаться вообще на жизнь у меня вот что было то было но это и жертва я себя в эти ситуации однозначно не ощущаю я просто расскажу что происходило и это будет как вот такой с анализом ситуации как я уже сказала потому что это просто будет как учебный материал и пособие значит интересно может быть для других женщин которые могут столкнуться с подобной ситуацией просто объясню все поведение человека значит заговорил у меня поскольку значит почему-то наше расставание а мне показалось достаточно странным ой впереди даунта он смотрите как красиво ну может не так сильно видно но сейчас мы выйдем на дорогу будет очень видно очень видно будет ситуация значит каким образом сложилось он позвал меня на thanksgiving это был день благодарения здесь канаде приезжала его мама брату только познакомился с новой подругой гроуфренд и нас пригласили на ужин на thanksgiving и когда я пришла туда я поздоровалась с мамой мама обычно меня всегда там обнимал или еще что-то но эта женщина она как бы она всегда говорила я не вмешиваюсь ни в какие отношения мне мол все равно но в то же самое время она и не очень сильно старалась как бы узнать меня как человека она все время стояла как в стороне и когда мы зашли в дом начинки у брату она почему-то ее реакция была такая как будто бы она увидела особо опасную змею особой ядовитости знаете вниз такого поведения у человека будто бы она как будто бы она увидела змею особой ядовитости повышенной знаете какой то когда человек просто напросто от тебя аж отшатнулся ну естественно я же понимаешь ну то есть не глупый человек я же наблюдаю правильно за происходящим я очень люблю наблюдать за людьми вокруг я предпочитаю больше как бы иногда даже и смолчать но понаблюдать за поведением других людей но я начинаю понимать что если этот человек меня вообще не знает то есть она ко мне никакого отношения не имеет то есть вообще ничего да и она от меня так шарахается значит за моей спиной идут какие-то обсуждения которых я не знаю то есть реакция человека она показала то что человек принципе ну сам понимаете да показал отношение ко мне не знаю даже меня саму то есть и меня это много конечно поразило удивило но когда мы начали там значит сидеть прошел уже значит разговор у нас я начала мы как-то заговорили я начала просто рассказывать о том что есть такие люди которые манипулируют других он смотрите сейчас я разверну манипулируют других своих собственных интересах и что да вот он наш адмонтан смотрите какая красота я аж говорить перестала у меня же забудых они сперла очень красиво да да он там да и краски туда едущийся на работу добираюсь таким образом и в общем такая вот ситуация складывается мы сидели я начала смотрю он начал елозить как бы на на кресле начал елозить то есть ему некомфортно стало когда стал об этом говорить что другие люди манипулируют и используют других и в итоге когда мы пришли домой прошло буквально один день он меня вызывает гараж горит идем играть мне надо поговорить он у меня очень сильно любил сидеть гараже потому что у него была проблема вообще social skills social skills это с разговорами с другими людьми построить отношения какие-то нормальные вот на и и он меня значит вызывает говорит давай мы поговорим и он мне говорит я бы хотел тебя попросить мол давай мы разведемся разойдемся ну я ему сказала совершенно спокойно говорю да конечно или по своей сути игры ты сейчас озвучил то что я в принципе хотела сказать тебе я говорю уже давно я уже что есть то есть значит вот такая ситуация он говорит нам нужно будет разойтись я бы хотел бы разойтись мирно я говорю я тоже хочу разойтись мирно нам нужно просто решить потому что у нас есть дом машина я говорю но справедливым будет оставить машину тебе потому что он уже на тот момент ту машину водил и ему она была необходима эту машину я купила по моему за год до того как мы расстались и естественно зная расставание зная о характере моего бывшего здесь я же говорила что я достаточно умный человек я купила эту машину на имя моей мамы то есть это машина не под моим именем находится эта машина под именем моей мамы кстати я не знаю видно вам или нет здесь такой обрыв идет крутой по которому я еду вот сейчас там не знаю будет видно на телефоне или нет вообще там обрыва так оборвешься вниз и полетишь и полетишь и вот видите все выглядит там река внизу я не знаю видно или нет и вот здесь сейчас выезжаю к отелю макдональдс и да чё я хотела сказать то я уж говорила слушайте я так это рассказываю сбивчиво потому что меня отвлекают красоты местных местные красоты вот я эту машину купила на имя своей мамы безусловно так что я ну не глупый человек носом в эту на эту машину бы даже если бы он захотел допустим разводиться и делить все подряд между нами двумя он бы вряд ли разделил эту машину потому что она не находится на моем имени и если кому интересно за машину за машину плачу я то есть пейменты то есть плата выходит с моего счета но имя стоит на машине мамина можно и такое сделать это как типа подарок мамы мне и я говорю ну я уже машину имею говорю я не буду воевать за ту машину которая есть потому что тебе элементарно нужно ходить на работу как бы это глупо я говорю свое время ты когда-то типа сделал мне подарок я говорю ты за нее платил это будет справедливо если ты ее себе оставишь то есть драться за за это все я не буду я не буду если давай просто разделим вот дом каким образом мы будем делить дом мы то что я уже говорила к нам выходили приходили постоянно риэлторы то есть я вызвала наверное человек пять пять человек из них оценили наш дом на определенную сумму и я сказала давай мол сделаем составим так чтобы эта сумма была поделена напополам но потом когда я прошлась по домам тоже и посмотрела что включает себя дома потому что некоторых домах appliances уже включены в некоторых домах appliances то есть как они ну стиральная машинка вот набор да там из пяти appliances нет они то есть дают тебе деньги иногда на закупку но деньги дают небольшие и я поэтому ему сказала я говорю я посчитала определила для того чтобы мне выйти из наших отношений просто элементарно купить себе дом и по нулям выйти на все вот это моя часть из дома который там есть я сказала если ты продашь его за большую сумму ты можешь ее себе оставить эту большую сумму и у меня с этим никаких проблем не будет потому что ты там что-то строил что-то делал в этом доме я не хочу чтобы это было как бы несправедливо в этом отношении игры поэтому составляем договор именно такой и ну так как это был октябрь я помню мы с ним вот до октября ноября мы с ним договаривались по поводу того как она будет все происходить а вот и я ему сказала что ну вот будем до с тобой договариваться говорю обязательно будем обязательно договариваться по этому поводу составлять контракт и договор ну и потом 15 числа декабря я заболела воспалением легких то есть я сначала думала что я заболела гриппом я заболела воспалением легких на самом деле так ребята я уже практически приехала мне нужно будет искать парковку поэтому всем пока пока вторую часть истории расскажу вам позже